Боятся ли коты собак? Начало этой истории было положено, когда моего приятеля, грациозная сиамская кошечка-красавица, в очередной раз благополучно принесла потомство. Все очаровательные котята были, как обычно, быстро розданы, кроме одного котика. И вот этот пушистый комочек, величиной с ладошку, был предложен мне. Я долго колебался, но под давлением моих домочадцев и к удовольствию моего приятеля я согласился. И у нас в квартире появился новый жилец. Даже, пожалуй, не просто жилец, а полноправный член семьи. Причем как-то сразу, в семейной иерархии, он занял очень высокое место. Ну, по крайней мере, значительно выше моего. Назвали этого котика Кейс, но с чьей-то легкой руки, почему-то все стали звать его не Кейс, а Кейся. Я, понятное дело, тоже был не против. Кейся-то Кейся. Наш Кейся рос не по дням, а по часам. Ел за четверых, прыгал, бегал, носился, хулиганил за семерых. Не успели мы оглянуться, как наш Кейся превратился в великолепного сиамского красавца. Рослый, с великолепной лоснящейся шерсткой, под которой буграми перекатывались литые мышцы. И со случающими недюжинный ум озорными голубыми глазами, Кейся был всеобщим любимцем. И он, несомненно, понимал это. И что там греха-то и частенько этим пользовался. Особенно за счет женского пола. Бывало, прокрадется на кухню, подойдет, жалобно взглянет, мурлыкнет, и все. Какую-нибудь сосиску уже выпросил. Кейся имел легкий покладистый нрав. И был очень общительным котом. Всегда вежливо здоровался с каждым, кто к нему обращался по имени. И вообще всегда отвечал на любые вопросы протяжным, раскатистым. Уау-уау-уау. А голос у него был глубокий, басовитый. И на раз мог так рявкнуть, что сразу всем становилось понятно, что он хоть и дальний, но все же родственник льва и тигра. В то время мне часто доводилось ездить по делам в различные районы Алтайского края. Поездки были короткие. Когда на день, когда на два-три. И вот однажды я собирался после однодневной командировки сразу поехать на выходные на дачу, не возвращаясь домой в город. На даче летом постоянно жили мои родители, и Кеся частенько с большим удовольствием там гостил. А уж родители вообще в нем души не чаяли. Поездка обещала быть короткой, и после недолгих раздумий я решил взять Кесси с собой сразу, чтобы потом вместе ехать на дачу. Кесси отнесся к этому вполне благосклонно. Он расположился в моей Волге, тогда я на Волге ездил как дома. Сначала облазил весь салон снизу доверху, проверил, все ли в порядке, и в конце концов удобно разлегся на сиденье рядом со мной. Даже попытался поточить свои немаленькие коготки об обивку салона, но что было мной решительно пресечено. Очень скоро я заметил, что котику очень нравится путешествовать, и он с явным интересом поглядывал по сторонам, не пропуская ни одной интересной детали. Несколько часов пролетели незаметно. Кесси наблюдал за окружающими нас меняющимися пейзажами, а я наблюдал за Кесси, ведь некоторые кошки на дух не переносят автомобили. Так мы с ним без приключений и доехали до места назначения. Остановились мы с Кесси в частном доме у коллеги по работе, моего старого приятеля. После некоторых сомнений я выпустил кота прогуляться. Я подумал, раз на дачу он всегда вел себя вполне достойно, то и здесь с ним ничего плохого не случится. Кесси спокойно вышел из машины, поздоровался с хозяевами и не спеша начал прогуливаться по двору, поросшему мягкой травой муровой. Пока мы с коллегой, обложившись документами, занимались делами, я время от времени поглядывал в окно, посматривал, все ли в порядке у Кесси. А он все обошел, проверил и нагулявшись, разлегся прямо посредине обширного двора, греясь на солнышке. И вдруг раздался громкий лай, и мы через окно увидели, как на Кесси со всех ног несутся две местные собачонки. Собачки не очень большие, но каждая все равно раза в полтора-два крупнее кота. Знаю, что деревенские собаки, несмотря на небольшой размер, обладают задиристым нравом, закалены во многочисленных схватках и могут запросто задать любому коту хорошую трепку. Я вскочил на ноги, но сделать ничего не успел. Собаки в мгновение ока подскочили к моему Кесси, но тут произошло нечто необычное, не только для меня, но и для атакующих. Кесси мгновенно вскочил, но даже не подумал удирать, как сделал бы на его месте любой другой деревенский кот. Отступление было бы почетным, но все-таки у собак было численное превосходство. Напротив, он выпрямился во весь свой немаленький рост, крепко уперся мощными лапами о землю, расправил могучие плечи, а голубые глаза у Кесси потемнели, опасно засверкали. Кот ощетинился и как-то по-особному рыкнул своим раскатистым голоском так, что собаки мгновенно затормозили, как будто сразу натолкнулись на невидимую стену. А задачи напереглянулись, даже тявкать на какое-то время перестали, но Кесси приближается явно никакого желания уже не испытывали, а начали вертеться вокруг него, снова тявкая изо всех сил. А Кесси стоял почти не двигаясь, как монумент, излучая непоколебимую уверенность в себе, поглядывая грозно на агрессоров и легкого поворота в его ощетинившейся, оскаленной морды хватало, чтобы подступившая слишком близко собака мгновенно отскакивала назад. Тут наконец из дома выскочил мой приятель и грозными криками отогнал собак прочь. Те, гавкнув еще несколько раз, отстали от Кесси. И поглядывая на него, дескать, мы еще встретимся в укромном месте, стараясь сохранить достоинство, побежали прочь. Казалось, они даже обрадовались, что стычка так благополучно завершилась. Кот промяукал пару раз им в догонку что-то презрительное и направился к машине. Я тоже дела закончил и попрощался с хозяином. Кесси спокойно улегся на свое уже привычное место, и мы тронулись в обратный путь, на родную дачу, где нет незнакомых наглых собачонок. А на заднем сидении лежала бутылка деревенского молока, которую хозяйка вручила для Кесси, якобы для того, чтобы он на них не обиделся. Ну а Кесси отказываться от молока не стал, да и какой кот на его месте поступил бы по-другому.